Это дом моей бабушки и дедушки. Это Логачёвых. Жили Логачёвы, я не знаю, сейчас они живут. Наш дом вот, только на замке как был так и стоит. Ничего не изменилось. Приятно через 40 лет посмотреть. Я 40 лет здесь не был. Маленьким здесь бегал. Каждое лето сюда меня вывозили. Тут у нас был Логачёвский сарай, а наш сад был вот там. У нас там такой вишнёвый сад был здоровый, здоровый. Вишен, яблок там было. Тут ещё сарай у деда стояли, ещё отец сделал. Дровяник тут был, тут туалет стоял. Уже наверное другой стоит. Вот сад наш. Там улей были у него. Сейчас ничего этого нет. Не знаю даже кто, но сейчас позвонит мне племянница моя должна быть. Это поле я помню. Вот это Пушкинская вышка. Подъезжаем к Пушкину, деревня, юг Новского района. Вот эта вышка раньше была из брёвен деревянная. Здесь же стояла пожарная. Сейчас уже наверное поставили какой-то мегафон или чё. До окраина Пушкина. Вот эти поля. Ну это всё было. Где-то там яблочный сад. Яблочный сад. Сад деревни был. Я уже не помню. Прошло 50 лет. Поговорили в Нефёдове с жителем, который приехал из Рязани и 8 лет там живёт. Уже купил дом. Вот эта дорога наверное пошла на это яблочное поле. Вот это вот Пушкина. И получается вот эта дорога сейчас пошла вниз там. Вот эта окружная за деревней. За околицей как бы она идёт. Там под горку была. Вот там дальше была баня внизу. Дом с соломенной крышей она говорит недавно снесли. Тоже стоял до последнего. Разобрали её. Ну и всё. И поехали мы на выезд. Бабки Алёнки. Где жила бабка Алёнка. По воспоминаниям она по-моему жила вот здесь. Бабка Алёнка глухая, слепая. Здесь по-моему её домик стоял между вот этих брёвен. Где-то вот в этом месте. Отец к ней заезжал. Помогал там дрова колоть. Это было ещё в шестьдесят каком-то году. Шестьдесят девятый, шестьдесят восьмой. Я в первом классе учился. В втором. А это пошла дорога у нас на федеральную трассу. Уже выходит из Пушкина. Но это новая дорога. Её... Она была уже в семидесятых годах. Но не было как бы выездов. Объезд был по-другому. Тоже новая. Дорога довольно-таки ухоженная. Потому что дачники ездят на легковых машинах. Даже может быть зимой ещё и чистят их. Лес дремучий тут. Выезжаем на Федералку. С деревень. До первой деревни километров восемьсот было. Ну, до этих. До Федюково и Серьгово дальше. Сейчас у нас получается направо Москва. Налево пошла дорога на Смоленск, Белоруссию. Варшавка одним словом. Федеральная трасса. Федеральная трасса Москва, Варшава, Варшава, Белоруссию. Мы поехали на Юхново. До Юхново отсюда 14-15 километров. Сейчас будет деревня Крюково. Где-то тут стояли. Столбов наставили осветительно. Такая вот деревня Крюково сейчас. В конце деревни там, в средине деревни был магазин, в который мы из этой деревни ходили. Вот здесь была дорога раньше. Мы ходили пешком за хлебом два километра. А этот магазин так и стоит. По-моему, он не работает. А вот это почта была. А вот здесь, по-моему, жила моя родственница. Вот в этом доме. Давно. Деревня Погореловка у нас налево. Туда мы бегали. Там собхоз богатый. Механизаторы. Все там трактора. Там у нас клуб танцульки были. Вот хрен проедем. Это деревня Серьгово за Нефёдовым. Вот такие в деревнях у нас дороги. Я думаю, что тут и на джипе-то тяжеловато ехать. Чё тут встал? Чё тут встал? Чё тут не понял там яму, куда она идёт. Вот такие заброшки у нас. Калужская область, Юхновский район. Деревня Серьгово. Рядом деревня Нефёдово и Пушкино. А потом поедем туда. Опять фаркопом зацепим. Фаркопом по-любому зацепимся. Нет. Я его пробовал снять. Он намертво там закинался. Вот прикинь сюда возить эти стройматериалы. Ты же замучаешься. Это на чём? Какой она на машине? На трехэтажной. Отгрохали. И никто не живёт. Видно купили землю. Может живут. Я думаю, что… Ну как нет? Живёт полигона. Ну сейчас-то я говорю, просто никого нет. Видишь, окна вставни за фамеры, что даже висит вам. Висит, конечно. Прожектора висят, датчики движения. Вот это, наверное, спуск к Угре. Если только мы едем туда. Наверное, спуск хороший. Да. Спуск тут офигенный. Вот поэтому этот мужик на Неве и не поехал туда. Сказал, что ну его нахрен. Тут мы, наверное, даже на джипе бы не выехали в сырую погоду. Глина голимая. Это мы экспедицию такую сейчас делаем. Да, глина красная. У нас свой страх. Красная глина. Других дорог нет. Придётся по этой и выбираться назад. Экспедиция нам это запомнится. Потому что тут надо выбираться только до дождя. Если дождь – это жопа. Без трактора отсюда не выехать. Ни на чём, по-моему. Вот сюда возьми, наверное. Едем дальше, как камрады. Едем дальше. Будем смотреть. «Напрограды»